До сих пор мы работали с обводками в их естественном состоянии, где мы контролировали размеры точек, пикселей или их ширину или величину. Также мы контролировали толщину. Иногда необходимо перевести обводку в обычные пути, чтобы полностью контролировать. Иногда вы отсылаете файл и не уверены, установлены ли в другой версии иллюстратора Scale Strokes или Effects. Тогда стоит побеспокоиться о том, чтобы обводка выглядела так же, как она выглядела до того, как ее выслали. Для этого стоит применить к ней Outline, то есть, когда обводка в своей стандартной форме превращается в обычную фигуру. Хорошо то, что сохраняется вид и ощущение обводки всегда и независимо, насколько меняется масштаб, но плохо, что вы больше не можете контролировать вещи индивидуально. Например, толщину или профиль, который вы выбрали. Есть побочные эффекты, но лучше убедиться в том, что обводка остается одной и той же, вне зависимости от ее использования и местонахождения. Для этого нужно перейти в меню Object. Перейдите к Path и выберите Outline Stroke. После этого вы увидите, как у данного лепестка обводка превращается в серию опорных точек, которые теперь являются путем. Все еще видите обводку в середине, но только там, где она соприкасается с существующим путем под ней. Создавая Outline обводки, она группируется с оригинальным объектом, так как полагается, что их нужно содержать вместе. Иначе вам нужно будет кликнуть дважды, чтобы войти в режим Isolation, а затем скопировать обводку куда-то еще или просто взять внутренний объект и удалить его клавишей Delete. Отменяю. Выходим из режима Isolation, кликнув дважды и отдаляемся. Применяя Outline к обводке, можно ее полностью контролировать. Ее можно манипулировать как любым типом пути. Вы теряете возможность редактирования, но зато получается постоянный вид обводки, какой вы ее создали в данном документе и не важно, куда она отправится.